Чистка печени Поскольку печень это кровяной фильтр, то после очистки печени ваша кровь станет более чистой. Здоровье скачком улучшится, прекратятся головные боли, наладится пищеварение, дыхание станет свежим, исчезнет неприятный привкус в рту. Как же очистить печень? В интернете есть много всякой информации, и какие лимоны покупать, и какое масло лучше, оливковое или кастровое. Это излишнее требование. А вот пошаговое описание проверенного метода. Да, чтобы не пропустить видео на тему медицины и здоровья, подпишитесь на канал Medical Advice. Итак, первое. С 12 часов не едим. Пьем кислый яблочный сок. Второе. Прогрев правого подреберья начинаем тоже часов с 12. Грелку на живот и занимаемся своими делами. Тепло расширяет желчные протоки, активирует ферментативные процессы, разжижает желчь и уменьшает болевые ощущения. Третье. Очищение печени проводят обязательно после очистки кишечника, за 2-3 часа до того. Клизма делается из слабо подсоленной воды, желательно не меньше 1 литра. Постарайтесь удержать воду в себе не менее 15 минут. Четвертое. Наливаем 200 грамм растительного масла и разводим большую кружку лимонной кислоты. Кислый раствор не только усиливает выделение желчи с камнями вместе, но и убирает тошноту, поскольку пить подсолнечное масло довольно неприятно. Пятое. В 19 часов местного времени, когда активность канала печени максимальна, начинаем процесс. 2-3 глотка масла запиваем кислой водой, грелку на правый бок и отдыхать 15 минут. Затем повторяем. Все масло вы выпьете за 4-5 повторений, то есть за 1,5 часа. Можно, конечно, выпить все сразу, но эффект очистки будет значительно меньше. Я думаю, лучше помучиться, зато эффект будет качественный. Шестое. Выпив последний глоток, обязательно кладете на живот грелку и пытаетесь занять себя чем-то интересным. А потом ложитесь спать. Через несколько часов, а скорее всего к утру, камни начнут выходить. Воспользуйтесь детским горшком, чтобы собрать сокровища. Промыть и полюбоваться тем, что было у вас внутри. Смотрите подробности на сайте, ссылка под видео.